Здравствуйте, уважаемые игроки! С вами канал AlexPro, игра Dragon Champions И в этом выпуске я проведу сравнительный обзор хилеров Для разных стадий игры Для разных игроков, так сказать, на любой вкус и цвет Кстати, друзья, сейчас на экране виден промокод Вот AlexProGift Вводить его через меню настроечек Шестереночка вот в верхнем правом углу Дает осколки героев Каркрима И всяческие ништячки, полезные для старта Для новых игроков То есть до 15 уровня включительно действует этот промокод Итак, переходим к нашим героям Вкладочка Лекарь Вот что-то лекарь будут, наверное Представлены здесь из списка 11 персонажей на данный момент Всех этих персонажей, всех этих хилеров Можно условно разбить на 3 группы То есть хилеры для ранней стадии игры Середнячок и для разной стадии И вообще в целом подходят И хилеры уже для каких-то особых команд И те, которые доступны, скажем так Открываются гораздо позже, чем хотелось бы Но начнем, пожалуй, с первой, так сказать, тройки лидеров Вот, хилеров Это хилеры начального уровня Которые становятся доступны практически с самого начала игры Это Морта, Орг Алирия, Эльф И Сен-Джиэль Также Эльф Что в них есть примечательно? Ну, во-первых, механика игры у них чуть-чуть отличается Если Сен-Джиэль Это хилер, так сказать, регенератор То есть у него основная фишка, что он накладывает эффекты регенерации Но при этом у него нет эффекта глобального лечения То есть смотрите Выбранный союзник получает 500% прохила И один, один, вы только вдумайтесь Один эффект регенерации аж на 4 хода Вот это как отрегенерируется Будет вообще жесткач Вот, ну и также Сен-Джиэль как бы начинает накачиваться Когда у нас команда будет вся в регенерации Сен-Джиэль будет наносить вроде как большие уроны Но, конечно же, этого особо никто не увидит Потому что прокачивать этого героя Вне фракционной команды это чистое задротство То есть там, ну, нет смысла Есть гораздо сочнее персонажа Даже если вот из эльфов брать То уже Алирию взять Персонаж интересный В первую очередь тем, что имеет Массовый прохил И становится действительно доступным Уже в начале игры, считай За орден Вот, катает Эта альфийка Что у нее есть? Давайте посмотрим Исцеление 350% от магического урона Вроде бы и немного 350% Но время восстановления 3 из 3 То есть каждый третий ход Можем шмалять это исцеление Очень удобно Более того, становится доступно В самом начале игры То есть если у нее скорость будет Ну, допустим, 100 А у других персонажей было там 150, 120, ну, больше сотни То уже в первом раунде Мы можем применить Массовое исцеление Очень удобно Второй Афишный очок Это же, конечно Магический урон От противнику И исцеляется На 50% Самый слабый союзник У которого меньше всего ХП Хорошо это или плохо Но 50% От 350 То есть если у нас урон Будет, к примеру Ну, 10 тысяч Да, то на пятерочку Исцелится наш союзник Вроде как бы Ничего так Нормаз Но когда будет урон У нее 10 тысяч Это уже будет Ну, довольно-таки Высокие уровни Как по снаряжению Так и уровень героя То есть там это будет Вообще ни о чем Пассивки средние Относительно То есть если идет Во фракции То есть фракционная команда Тогда да Тогда у нее увеличивается урон И в принципе Также начинает наносить Какие-то уроны Вот Ослабление эффективности Хорошо это или плохо Да, если мы катаем Против мощных магов Которые действительно могут Накладывать эффекты Да, или против того же Орка, да Против Трамгара Будем катать Чтобы он не наложил Оглушение Ну и конечно же Морда Третий персонаж Вот из начальных хилеров Вот что у нее Есть интересного Ну помимо того Что у нее Зрачки такие, да Вот Явно как будто бы Так пропитые что ли Вот Водку такую паленку Наверное Как будто охлестала В общем Ослепла Напрочь ослепла Но при этом Имеет интересные Навыки Прохила Один из основных Навыков Это Ну назовем Условно Такой вот Массовый Прохил Почему условно Потому что Действует Лично трех Персонажей Причем По цепочке То есть Как и называется Цепное исцеление То есть Первый союзник Получает 400 Затем 300 И 200 Вот магического Урона Морда То есть В среднем Выходит 300 Но понятное дело Что у нас Не бьют всех В среднем Бьют кого-то Сильнее Кого-то Слабее То есть В этом плане Отскок идет Интересный Но не всегда Помогает Особенно если Идет команда Противника С массовым Романом По всей команде То здесь Этот прохил Будет Немного Неудобным Второй Интересный Навык Это уже Скажем так Ступенечка Повыше Уровнем Почему Потому что Здесь идет У нас 280% Урона И накладывается Щит Вот То есть Не здоровье Да А именно Щит Накладывается В районе Нанесенного Урона Хорошо Это или плохо Сейчас разберемся Уже На других Хилерах Также здесь Есть За счет Орка Увеличивается Урон Также Получается У нас Максимум 50% Как и у Алирии Если идет Команда Фракционная Ну а здесь Уже интересно Что урон Может пройти Сквозь щит Вот эта Способность Часто Спасает Когда Начинают Регенерировать Щиты Противники А хп У них мало То есть Можно в принципе Добить Если повезет То урон Проходит сквозь щит И выбиваем противника Что же касается Выбора Кого лучше выбрать Если вы катаете За фракционную пачку Вот орков Ну тут по любому Берем морду Да Тут выбор Как бы ограничен Если вы катаете Разношерстные Какие то пачки То берите Алирию На первое время Она будет действительно Удобнее Может не так эффективно Но действительно Удобнее будет К тому времени Когда вы уже Так прокачаетесь Станут доступны Новые персонажи Которых Стоит развивать Среди таких Можно отметить Ксантара Селена Патриарх Ци Ну вот Остальные Пожалуй Будут из разряда Третьего То есть Имеющие Какую то Особенность По выбиванию Ну начнем Пожалуй С Патриарха Ци Да Мощная панда Такая Интересный Лидерский Вот навык А именно Все атаки Союзников Из ордена Вот Восстанавливает И мщит В размере 20% От нанесенного Урона То есть Круто Бомбанули Сразу По всем И щитах Лобысь Как бы нормально Восстановился Все исцеления Союзников Накладывает Еще и щит Величиной 40% От исцеления И вот здесь Как раз Скрывается Основная Такая вот Мелкий шрифт То есть Если у нас Исцеления Никакого не было Ну к примеру Мы использовали На Алирии Навык Массового исцеления А ХП У всех Было полное То есть Щита Они сверху Никакого Дополнительного Не получат Вот если Они были Исцелены На 3000 Тогда им Накинут Там 1400 Щита К примеру То есть Вот такая Вот тема Из навыков Остальных То есть Да Есть Как бы Пассивочка Пассивка Вообще Исцеление О чем То есть Добавляется Шанс То есть Не сам Прохил А именно Шанс Прохила Когда Патриарх Ци Будет Накладывать Щит А вот То чем Он примечателен Это конечно же Щит То есть Самого Мощного Исцеление Как такового Патриарх Ци Не проводит Он Накладывает Щит Величиной 700% Это очень Очень Много Навык Работает 3 из 3 То есть Каждый Третий Ход Мы можем Накладывать Этот Мощный Щит То есть Среди Хилеров Лучше Всего Конечно же Использовать Таких Хилеров Которые Накладывают Щит Причем Чем Выше Становится Уровень Снаряжения То есть Тогда Открывается Защита Как таковая То есть Давайте К примеру Посмотрим Уксантары Защита Вот Щит 12000 Здесь 11000 Вот Здесь Щит 0 Здесь Щит 290 То есть Уровень Снаряжения Качаем Вот сейчас Шестерочка У него Вот И с фиолетовой Рамочки Уже Начинается Добавление Щитов Вот как-то Так Но при этом В отличии От здоровья Щит Может Накладываться Бонусом То есть Если здоровье Мы не можем Восстановить Сверх Нормы Там было 10000 Мы восстановили До 10000 А все что остальное Могло бы дальше Как-то качаться Оно Просто Отсекается И Рассеивается То Щит 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 Можно Накачивать Сколько Угодно Тысяч Можно Хоть 100000 Накачать На одного Персонажа Чисто Щита Накинуть И пока Его не Выбьют Здоровье Отниматься Не будет Как-то Так Далее Селена Персонаж Становится Доступным Относительно На средней Игре То есть 5-9 Ярость Кланов Это Примерно 50 Уровень Героев Ну и соответственно Максимальное К этому Уровню Снаряжение Можно Уже Выбивать Что Есть Примечательное У этого Героя Это Конечно Массовое Исцеление Причем 280% От Самого Урона От Магического Селены Но Также 20% От Максимального Запаса Здоровья Где Это Может Пригодиться То есть Если Танк У нас Очень Мощный Да Там Ну Пример 40000 У него ХП То Для него 20% Это Соответственно Будет Уже 8000 Сверху Вот При том Что Сама Селена В этот Момент Будет Восстанавливать Всего Лишь Там По 3000 По 3000 Ну По 5000 А тут Еще К нему 8 Сверху Упадет Но Если Мы Имеем Дело С Низкопрокаченными Персонажами То Там Этот Процент Конечно Ощущаться Особо Не Будет Так Здесь У нас Понятно Вот Исцеляет Всех Союзникам На 400% Применяет Два Случайных Обратных Бафа С той же Длительностью Очень Очень Круто Здесь Против Одного Союзника Какого Нужно Если Подхилить Мощно К примеру Танка Здесь Мы Сразу Всех Исцеляем И Накладываем Два Обратных Бафа К примеру Там Был Какое Нибудь Замедление Сразу Стал Чик Персонаж Ходить Быстрее Стал Круто Было Ослабление Урона Урон Урон Увеличился Все Очень Очень Интересно Ну И Конечно Копирует Бафы Способность Пассивная Интересная Стоящая То есть Игрок Скажем так Это вообще Персонаж Средненький Да Есть Уникальные Такие Фишечки Но В целом Как бы Качать Его Можно Но Я рекомендую Конечно же И Пожалуй Многие Игроки Рекомендуют На Среднем Уровне Игры Да И В принципе Если Фракционную Пачку Демонов Собирать То Качать К Сантару На На данный момент В игре Раса Или же Фракция Так мы ее назовем Демоны Представляется Как самая Мощная То есть Игроки Собравшие Пятерку Их самых Демонов Ну Буквально Невыбиваемые Там Хороший Прохил Хороший Урон И Мощные Бафы Дебафы Поэтому К Сантару Есть смысл Качать Как бы На вырост Даже С тем Расчетом Что вы потом Все таки Соберете Демонов И так же Войдете Как минимум В топ 100 Арены С этой фракцией Среди навыков Что у нее Есть интересного Но интересный У нее конечно же Это самый первый Навык Это наносит урон И 100% От нанесенного Урона Восстанавливается В виде здоровья Какому нибудь Персонаж То есть Если у нас Была Алирия Да У нее Это Была Как бы Специальная Способность Такая То здесь Можно хоть Каждый ход Щелкать Обычным ударом И будет Восстанавливаться ХП Для Самого Слабого Союзника Также Есть массовое Исцеление Это 500% От урона Но при этом Идет жертва 25% Своего здоровья Жертвует Этот персонаж Также Есть вампиризм По целую смерти 330% Урона Наносит И восстанавливает Себе столько же Здоровья К примеру Если она Будет единственным Персонажем У которого Меньше всего Здоровья То можно Восстанавливать Даже Обычным ударом Вот так И конечно же Демонический Метаболизм Очень Очень Крутая Способность То есть Ксантара Себе Восстанавливает Одну Способность Но один ход Сокращает Восстановление Способности И еще Случайному Союзнику Очень удобно Особенно Когда Допустим Баф Длится Два Раунда А способность Перезаряжается Каждые Три Раунда И вот В этом плане Конечно же Ксантара Будет Очень Хорошо Всем Помогать Сочетается Этот герой Конечно же С Патриархом Ци Конечно же С другими Командами Там Мощными По урону Вот То есть В принципе Ее Можно выкачивать Как Хиллера Для средней игры И что касается Последней У нас Представленной Касты Хиллеров Это Солиус Рокси Доктор Франк Танеса И Рена Ну Начнем Пожалуй С Танеса В принципе Как персонаж Интересный Да Есть Свои Интересные Фишки Но Я вижу Этого Персонажа В качестве Героя Фракционной Команды То есть Команды Гоблинов В других Командах Ну В принципе Как бы Смысла особо Ее использовать Нет Во первых Вот кроме Допустим Наносит 300% Урона Противнику Призывает На помощь Трех Случайных Союзников Да Все Вот это Единственная Фишка У нее Такая Прям Мощная Остальное Как бы Чушь 900% Прохила Идет Одному Лишь Персонажу Ну Иммунитет К дебафам Это хорошо Если у вас Очень мощный Танк Который Действительно Всегда Танкует То есть Каким-то Образом У него Перезарядка Идет Способности Данкования Быстро И он Всегда На На Хайпе Тогда Да Тогда Есть Смысл Его Прохиливать Но Если Мы Имеем Дело С Уронщиками Которые Бьют По Области То Танеса Здесь Явно Проигрывает По Всем Параметрам Какие-то Небольшие Пассивочки Ну И конечно Эффект Яда Да Это Хорошо На Босс Там Себя Хорошо Можно Показать Но В плане Эффективности Герой Скажем так С низкой Эффективностью Раз И второе Где его Можно достать Не всегда Понятно Да То есть Это Герой Каких-то Специальных Событий Пусть У него И 50 Всего лишь Нужно Сколков Чтобы собрать На 3 Звездочки Но Где его Достать Неясно Непонятно Второй Герой По важности Из этой Пачки Скажем так Рокси Также Интересный Перс Тем Что Выпадает Лишь В событиях Выпадает Лишь В полях Сражений В магазинчике Но Опять В плане Парахила Середнячок Но Хорошо Идет В пачке Стаи То есть Конкретно Когда он Во фракционочке Находится Там он Действительно Может Качать Ну Что у Него Интересного Есть Ну Вот Исцеление Всех Союзников На 400 Процентов Магического Урона Да Для его Скажем так Уровня Для Ну Назовем это Легендарного Да Уровня Это нормально Вот Плюс Дополнительно 20% За Какие Перья Равномерно Распределяет Эти Перья То есть Все Завязано На Каких То Махинациях Все Так Сразу Непонятно Накладывает Вот На Выбранного Смотрите Персонажа 5 Эффектов Пера На 2 Хода Также На Каги И На Баре Эти Эффекты Действуют Как Щит Такая Вот Броня Которая Сокращает Урон Где Там Он Есть Так 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 Плюс Накладывает Случайные Усиления Вот Так На Всех Персонажей У которых Есть Эффекты Пера Ну Среди Основной Способности Это Магический Урон Который Может Возрасти Если У Рокси Много Этих Эффектов Пера То есть В принципе Также Ни о чем Но При этом Персонаж Опять же Останавливается На теме Что Он Фракционный Далее Стоило бы Отметить Солиуса Ренара И Доктор Франк Они В принципе Как бы В одной категории Вообще Находятся Но Солиус Сейчас Добавили Легендарное Событие Что Все Игроки Могут Его Выбрать Это Как бы Фирменное Персональное Событие Оно Не Ограничено По Времени Для Выбивания Этого Героя Нам Необходима Команда Орков Что Есть Интересно У этого Хилера Ну Начнем Пожалуй С Лидерки Лидерка Для Союзников Из Ордена Увеличивает Урон Физический И магический Но Больше Все же Заточена Под Люди То есть Люди Получают 10% Контратаки За каждого Живого Человека В команде К примеру Если Все Союзники Эльфы То Будет У нас Плюс 5 За каждого Перса Ну А панды Вообще Ни о чем Получают 5% Эффективности За каждую Живую Панду Но Панды Они В принципе Как бы Заточены На Бафы Больше Чем На Дебафы Поэтому Как бы Эффективность Им В принципе Как бы Особо Не нужна Им Больше В принципе Сопротивление Наверное Б пошло Персонаж Сочетается Хорошо С Найтель Которая Получать Будет Определенный Эффект То есть Пассивная Способность У него Активируется В начале Боя И дальше Уже Никак Не дает О себе Знать При Максимальном Прокаче Действуют Три Хода Его Способности Его Бафы Причем Здесь Как бы От Класса Зависит Смотрите Усиление Брони Для Защитников Вот Союзники Люди Именно Конкретно Лекари И тактики Получает Обман Смерти Люди Бойцы Усиление Эффективности На три Хода И все То есть Тут Хорош Только Пассивка Я же говорю На контур Атаку Для людей Это да Действительно Интересно Имеет Два Навыка Прохила Первый У нас Что тут Идет Так Это Исцеляет Союзника На 40% От его Максимального Запаса Здоровья И Также Накладывает Различные Мощные Бафы Прямо Ну Весь Комплект Мощных Бафов Хорошо Это Использовать На каких Нибудь Уронщиков Раз Массовых То есть К примеру У нас Хорошо Бы Зашел Фриз В этом Плане Или В качестве Усиления Танка То есть Подхил И усиление Танка Массовое Исцеление У него 550% От Уровня Урона Здесь Идет Время Восстановления Три То есть Каждый Третий Ход Можем Шмалять Этой Мощной Волной Свет Очень Удобно Ну и Конечно Ж Основная Фишка Основной Удар То есть Если Нет Найти Эль Здесь В команде То Особого Как бы Шика В ней Нет То есть Вообще Ни О чем Да Когда Они В паре Работают То есть Смысл Будет Наноситься Повышенный Урон Теперь Переходим К Ренария Персонаж Вот вообще Хорош Тем Что Имеет Уникальную Хилерскую Особенность А Именно Массовое Восстановление И накладывается Регенерация Вот На три хода А здесь У нас Воскрешает Случайного Союзника Да Каждый пятый ход То есть Ждать Долго Но и Не каждый ход Конечно же Будут выбивать Нашего героя К примеру В той же башне Можно ее использовать И не переживать Что во время Автобоек Что то там Как то Комп Затупил И не те Способности Использовал Хороший Прохил Хорошее Воскрешение То есть В принципе Можно ее использовать В качестве Основного Хиллера Также Да Есть в конце Хода Восстанавливать Здоровье 15% И 15% Щита На которых Два Эффекта Регенерации И затем Обман Смерть Если все уже Прохилены Очень Очень хороший Хиллер Также доступен Лишь в событиях Вот смотрите В легендарных Но это Эти события Идут циклически То есть Сначала одно А потом другое То есть Этих героев Выбивает Какими-то Определенными Командами Как это Вот обычно Раньше С Солиусом Такая же Схема была Но сейчас Его уже Ввели В качестве Основного Героя Для персонажа Ну и Ну и последний Время Время восстановления То есть Первый ход Наступает Мы сразу же Шкваркаем Массовым уроном И идет Ошеломление Здесь у нас Что идет за тема Так 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 Накладывает шок На два хода Если уже есть То ошеломление И наконец-то То чем Примечателен Этот персонаж То есть Обладает Подхилом Раз И восстановлением Щитов Два Ну скорее всего Наоборот Раз Щиты Два Прохил То есть 350% Урона Вот От урона Восстанавливается В виде щитов Как я уже говорил Щиты Они накладываются Сверху Даже если щиты По нолям Да то есть Ну персонаж Не прокачанный К примеру Зеленый Голубенький Не важно То ему будет Накидываться Фиолетовый Бонусный щит И так Для всех союзников Более того Восстанавливается Еще и 50% Здоровья Вот То есть Что Говорит уже Само За себя То есть Мы получается Где-то 175 получается У нас Идет восстановление Здоровья И 350 Восстановление Щита Причем Щит Очень важен Особенно Если вы Играете В башне Там Этот навык Будет Просто Незаменим Так Последнее Это Вот Призыв Гоблина То есть Если мы Используем Его Во фракционной Команде Ну или же Если в команде Вообще Будут Какие-нибудь Гоблины Вот То они Будут Призываться На помощь Если Будут Атаковать Противника С эффектом Шока Во фракционной Команде Это Прямо Вообще Золото Но Качать Его Можно И в Любой Команде Давайте Проверим Как он Себя Будет Вести Но Не он Конкретно А Некоторые Из наших Хилеров Как Они Будут Себя Вести Уже В реальном Боя Так Что У нас Есть Какая-то Фракционная Команда Разношерстная Но При этом Есть Два Уронщика Один Хилер И Один Танк Так Вот Так Вот Я Командочку Собрал Да То есть Вот Такие Вот У нас Хилеры Сюда Зашли Так 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 Где он Там Выскочил Сосолиус Так Эльфийка Этот Да Пожалуй Вот так Сделаем Этих Особо Показывать Незачем То есть Возьмем Основных В качестве Лидера У меня Выбран Сейчас Панда Патриарх Ц Он Будет Давать Нам Щиты Если Мы Будем Восстанавливать Дороги Как Будет Проходить Бой Ну Здесь В принципе Главное Сейчас Выбить Трамгара А Дальше Уже Все Пойдет Как Помаз Давайте Возьмем Трамгара В качестве Основной Цели И Будем Его Нахлобучивать Ну Так Он Прям Вообще Молодец Я Не знаю Как У него Это Получается Он Тупо Берет И Сливает Персонажи Вот То есть Без Автобоя Я пробовал Выбиваются Не Их делать Тут Вообще Особо Париться Не стоит Так Выбираем Трамгара В качестве Основной Цели Наносим Урон Смотрите Бабах Вот Восстановили И щит И подхилили Нашего Чудеснейшего Патриарха То есть Ну Без Одного Персонажа Бессолиуса Конечно Будет Тяжело Вырубить 9 900 То есть Почти Десятку Мы Получили Щитом Сверху Очень Круто Чуть Чуть Наверное Увеличим Скорость Так Вот Так Так Вот Прохил Который Действует На Трех Персонажей Также Удобно Использовать Когда У нас Не все Персонажи Битые Ну Здесь Понятное Дело А Вот Чем Дело Все Вспомнил Я Ставил Пятым Персонажем Ставил Не хиллера А ставил Того же Трамгара Который Принимал На себя Все уроны Ну да Неважно Основная Фишка Заключается В чем Заключается В том Какие Мы Навыки Можем Использовать И как Они Будут Работать Вот К примеру По танку 2 700 Нанесли Это Очень Много Смотрите Здесь 1200 То есть В два раза Меньше Здесь Вообще 800 В зависимости От уровня Прокача Раз И От Способности Два Десятку ХП Восстановили Ну опять же Да Персонаж Прокачан То есть В принципе Каждого Хиллера Можно Использовать Но Из Основных Это конечно же Алирия Морта И Ксантара Это те Которых Мы будем Использовать На начальной И средней Стадии Игры Ну и конечно же Затачивать будем Ксантару Уже На фракционочку Ну Чтоб Зайти В топ 100 Арены Даже Наверное В топ 50 Если Правильно Руны Поставим То В топ 50 Залетим Нефиг Дел Ну что ж Друзья А на этом Пока все Если вам Понравилось Это видео То Обязательно Ставьте лайк И подписывайтесь На наш канал А будут вопросы Пишите в комментариях Пока Пока И до встречи В новых Выпусках Субтитры